В 2022 году в корпусе три лицея должен начаться капитальный ремонт. По этому поводу специалисты из областного центра организовали для школьников семинар. Задача – показать, как лучше всего воплотить свои идеи в жизнь, научить основным правилам дизайна, а также познакомившись с проектами, которые предложат ребята, учесть их пожелания. Очень важно, чтобы мнение детей, родителей, преподавателей при создании той комфортной образовательной среды учитывалось. Но это мы не можем сделать, не услышав мнения детей и преподавателей, которые непосредственно участники образовательного процесса. На мастер-классе лицеисты познакомились с разработкой дизайна школьных пространств, узнали, какое зонирование бывает в образовательном учреждении, как его оформить, поговорили про значение цвета и про материалы. Затем разделились на команды. Каждое было предложено выбрать для себя определенное пространство школы и создать для него дизайн-проект. Сегодня мы проектируем каворкинг-зону. Это зона отдыха. Ребята будут ее проектировать именно так, как они ее видят, чтобы им было интересно, удобно ей пользоваться. Они креативят, прилагают максимум творчества, хотят, чтобы эта зона была современной, комфортной и удобной. Стоит отметить, что лицеисты уже провели большую работу в этом направлении. Прошли конкурсы на лучший дизайн-проект кабинета, лучшую рекреацию. Сбор предложений продолжается. По просьбе родителей, учащихся, педагогов, этот сбор был у нас до 1 марта. Мы теперь его продлили еще до начала весенних каникул. То есть еще можно обратиться и что-то изменить, нести свои какие-то предложения по изменению, что будет в кабинетах, что будет в рекреациях, какой будет выглядеть школа. Вот и сегодня у нас проходит семинар. Я вижу, как активно очень участвуют ребята. Они в теме, у них уже есть свои наработки, что они бы хотели видеть. И они сейчас занимаются активно проектированием новых зон в школьной образовательной системе. Напомним, что в рамках федеральной программы по капитальному ремонту школ корпусу три лицея выделено 110 миллионов рублей. Здесь будут созданы современные условия для обучения и самореализации детей. Предусмотрен большой объем работ замены окон, электрики и сантехники, ремонтом стен, потолков и пола. Продолжаются конкурсные процедуры по определению подрядчика. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.